Дональд Трамп победил на выборах в Соединенных Штатах. Подробнее об этом мы поговорим с американисткой Александрой Филипенко. Здравствуйте, Александра. Максим, здравствуйте. Поздравляю вас с тем, что избран новый президент Соединенных Штатов. Это, в общем, наверное, каждый раз для вас волнительный момент. Профессор, экзамен для меня всегда праздник. Это всегда очень волнительный, конечно же, момент. И моменты, в том числе и проверки американской демократии. Момент, когда мы видим демократию в действии. Когда американцы, и в этот раз уж точно американцы, а не выборщики, решают судьбу будущего президента. Что же в этот раз не украли выборы у Трампа, как в прошлый? Ну вот Трамп, я думаю, удивительным образом, мне кажется, не будет как-то говорить о том, что сейчас украли выборы. И вмешивался кто-то в выборы, пытался как-то противостоять его такой сокрушительной победе. Действительно, в начале Дональд Трамп говорил о том, что были подтасовки и что-то. Что-то какие-то проблемы были в Пенсильвании. Но как только перевес в сторону Дональда Трампа стал очевиден, конечно, он перестал об этом говорить. И наоборот, исключительно доброжелательно и добродушно благодарил американцев, благодарил всех людей, которые его поддерживают. И благодарил Бога, говоря о том, что он сохранил его для особой миссии, для того, чтобы вернуть Америке величие и вместе с американцами сделать Америку снова великой. Сейчас, конечно же, не стоит ожидать никаких судебных исков и от Камала Харриса. Она тоже не будет опротестовывать. Более того, наоборот, согласно американскому законодательству, именно Камала Харрис 6 января будет сертифицировать свой проигрыш и победу Дональда Трампа, как это и предусмотрено в американском законодательстве. Победа это безусловная. Победа это и голосами выборщиков, и голосами американцев. Поэтому это безусловная победа Дональда Трампа. Теперь это оспорить никак нельзя. И уже нельзя ссылаться на то, что за него проголосовало меньше американцев. Но он победил только благодаря коллегии выборщиков, как это было в 2016 году. А как так получилось, что его результат лучше, чем когда бы то ни было? Сейчас кажется, что уже социологическим опросам точно верить нельзя. И все шутки по поводу того, что нужно раскладывать таро или на кофейной гуще гадать, и тогда результат может быть точнее. Это уже не шутки. Маленький носорог в берлинском зоопарке предсказал, что Трамп победит, и видите, не ошибся. Все верно. А политологи очень многие... Простите, маленький бегемотик, по-моему, да. Вот, а политологи не смогли предсказать правильно, и даже те, которые профессионально занимаются расчетами и правильно, иногда правильно предсказывают, вот они этого сделать не смогли. Когда дело касается Дональда Трампа, здесь действительно самые неожиданные повороты могут быть. Но главное, что мы видим, за Дональда Трампа проголосовало больше людей, чем в прошлый раз. Он показал лучший результат, и он показал лучший результат и по всем группам населения. И что важно, мне кажется, отметить, Дональд Трамп показал лучший результат даже в либеральных штатах. Вот почему во многом у него большое количество и большее у него превосходство в голосах американцев. Потому что давайте посмотрим на два очень либеральных, потрясающе либеральных штата. Нью-Джерси и Нью-Йорк. Безусловно, либеральные штаты. И там, хотя Трамп проиграл, потому что там невозможно, там пути к победе у него не было, все-таки недостаточно голосов. Но тем не менее, у него показатель лучше, чем в прошлый раз, на 9 и 10 процентов. То есть в суперлиберальных штатах за Дональда Трампа голосуют все больше, с каждым разом все больше и больше. Вот поэтому это такие уникальные выборы. Александра, я не американист совсем, как в анекдоте, но посмотреть могу, да. Но если уж серьезно, Нью-Джерси и Нью-Йорк довольно еврейские места. Надо ли сказать спасибо вот этим левым американским элитам, в том числе американским университетам, за то, что еврейский избиратель отвернулся от демократической партии? Во многом, да, конечно, это безусловно важнейшая группа, которая голосовала почти полностью за Дональда Трампа. И это группа, которая сыграла ключевую роль в Пенсильвании. Нужно сказать, что в Пенсильвании даже демократическая партия, на чем была поймана Камала Харрис, специальную рекламу размещала специально для избирателей, которые поддерживают в большей степени Израиль. А в других штатах реклама была совсем иная, где она говорила больше о гибели мирных людей и поддержке two-state solution и поддержке мирного населения Газа. Поэтому, да, в Пенсильвании, скорее всего, это был решающий голос, решающий голос американцев, которые считают Израиль безусловным союзником США и видят Дональда Трампа как человека, который может поддерживать Израиль в отличие от других американских политиков, политиков-демократов. Это, кстати, нам говорит о том, что в действительности какие настроения в целом в США относительно Израиля. Визуально может казаться, что огромное количество людей протестуют и выступают как-то на позициях, можно сказать, даже антиизраильских. Но сейчас нет, мы видим, что в большей степени голосуют те, кто считают Израиль безусловным союзником США. И даже, кстати говоря, в Мичигане, тоже штат Мичиган, там, судя по всему, те американцы арабского происхождения, которые голосовали за демократическую партию ранее, они не пришли. И, соответственно, здесь голосов тоже меньше, они просто тоже разочарованы, что называется, оба хуже. Они не голосовали ни за республиканцев, ни за демократическую партию. Поэтому сейчас по демографии, конечно, очень интересно смотреть, как разные группы голосуют. И если уж разные группы национальные, то латиноамериканцы в гораздо большей степени проголосовали за Дональда Трампа сейчас. И это касается иммиграционной политики, это касается в том числе и пресловутой стены на границе с Мексикой. Большое количество легальных иммигрантов, бывших легальных иммигрантов, латиноамериканцев или латиноамериканцев, которые были рождены на территории США, соответственно, они голосуют своим голосом, они поддерживают Дональда Трампа, который считает, что нужно ограничивать нелегальную иммиграцию, нужно ограничивать количество людей, которые пересекают американскую границу. Ну и, соответственно, видимо, в этом направлении Трамп в первую очередь и будет работать. Насколько власть Трампа и власть республиканской партии сейчас будет ограничена? Она будет минимально ограничена. Она будет ограничена только в самой себе. Потому что нужно сказать, что республиканская партия не равняется трампизм. И трампизм не равняется республиканская партия. По огромному количеству вопросов республиканцы расходятся с Дональдом Трампом. И то, что нам более всего понятно, например, это вопрос Украины. Конечно же, мы видели, когда президент Зеленский приезжал в Вашингтон, он встречался не только с представителями демократической партии, даже сам Дональд Трамп захотел с ним встретиться, но и плюс у Владимира Зеленского была встреча в Конгрессе, где он встречался с межпартийной группой сенаторов, где было в разной степени представлено и демократы, и республиканцы. И лидер меньшинства в Сенате, пока еще меньшинства, до 20 января скоро будет лидером большинства, Митч МакКоннелл, он встречался с Владимиром Зеленским и он посещал Украину, он приезжал в Киев. И эти республиканцы активно поддерживают как раз Украину. Это не трампизм. Республиканцы-трамписты сильно отличаются. Также и по другим вопросам. Республиканцы в действительности внутри республиканской партии вполне возможно могут балансировать Дональда Трампа, если они этого захотят. Вот это мы можем увидеть, потому что сейчас сила и возможности республиканской партии никак не ограничены, учитывая президентство, Конгресс, еще и Верховный суд. В Верховном суде перевес консерваторов. А это значит, что на долгие годы, скорее всего, это будет консервативный поворот в Верховном суде. Ведь два консервативных судьи, скорее всего, в ближайшие два года покинут свой пост. Их назначают пожизненно, но есть информация о том, что они оба собираются уйти в ближайшие два года и назначать их будет республиканский Конгресс и республиканский президент. Значит, они будут консерваторами. Но, тем не менее, мы уже увидели поздравление Зеленского Трампу. Насколько, на ваш взгляд, это будет замечено? Безусловно, это будет замечено. Дональду Трампу это очень важно. Такие вещи он не забывает. И нужно сказать, что после встречи с Владимиром Зеленским, а точнее, сама встреча, сам факт встречи с Владимиром Зеленским, говорит о том, что Дональд Трамп считает его важным игроком сейчас на международной арене. И Дональд Трамп, вполне возможно, будет совершать какие-то неожиданные жесты. Например, он ведь говорил о том, что его давление на Москву, чтобы принудить Москву и Кремль сесть за стол переговоров, может заключаться в том, что США будут передавать еще больше помощи Украине. Вот это одна из возможностей, один из путей развития. Но, конечно, Дональд Трамп будет это делать, если он будет это делать не для того, чтобы продолжать войну, а для того, чтобы заставить просто какое-то ежесекундное, какое-то одноминутное решение, для того, чтобы заставить всех сесть за стол переговоров. Возможно, что-то подобное мы можем увидеть. Обращение Владимира Зеленского очень выдержанное. Это поздравление очень осторожное и выверенное, конечно же. И наверняка Дональд Трамп и его команда это заметят. Сейчас вот интересно будет следить за тем, будут ли какие-то перестановки в украинском правительстве, для того, чтобы в большей степени, так скажем, было приятно это видеть американской администрации, чтобы каким-то образом угодить в том числе и Дональду Трампу, который, конечно же, хотел бы использовать войну для того, чтобы показать себя настоящим миротворцем, достойным Нобелевской премии мира, и буквально, которую необходимо будет ему вручить, как только он закончит все войны вообще в мире, и все будет хорошо, как был лозунг, который был написан в Флориде во время выступления, победного выступления Дональда Трампа, «Трамп это поправит». Это подразумевается все и внутренняя, и внешняя политика. Скажите, Александра, а какие сейчас настроения у вас наверняка есть там знакомые в городе Вашингтон, в округе Колумбия, в городе, где люди работают, в президентской администрации, в госдепе и так далее? Печальные, мягко скажем, печальные настроения. Ну, во-первых, это связано с тем, что сейчас огромному количеству людей нужно искать новую работу, потому что будет сменяться не только высшее руководство, будет сменяться по цепочке огромное количество людей, которые работают в Вашингтоне. И, как известно, когда сменяется партия, то тогда огромное количество квартир освобождается в Вашингтоне. Люди выезжают прямо большими-большими группами и занимаются уже дальше какими-то другими делами. Нужно сказать, что самые трагические какие-то и грустные сообщения от моих друзей приходят из Бостона, где также, как и в 2016 году, на улицах будут стоять специальные столики и специальные люди, добровольцы, психологи, психотерапевты будут бесплатно готовы консультировать американцев, которые чувствуют тревогу, страх в связи с выборами Дональда Трампа, в связи с победой Дональда Трампа. Вот это уже снова мы увидим буквально сегодня, когда день настанет в Бостоне. Это собираются делать снова волонтеры, психологи и психотерапевты для того, чтобы поддерживать американцев, тех, которые голосовали за демократическую партию, в этот тяжелый для них момент. Александра, насколько, на Ваш взгляд, отношения с европейскими странами действительно могут измениться в ближайший год или два? Насколько выход из НАТО какая-то перспектива, которую стоит европейским странам опасаться? Выход из НАТО, я имею ввиду Соединенных Штатов. И насколько фигура Орбана теперь для Европы, может быть, меняется? Могу ошибаться, но он чуть ли не первый поздравил Дональда Трампа. Виктор Орбан, один из первых, по-моему, европейских лидеров, который поздравил. Давайте отметим, что он тоже приезжал и встречался с Трампом так, как будто бы, в общем, понятно, что это следующий президент. И единственный, кого упоминал из европейских лидеров и вообще лидеров Евросоюза и Североатлантического альянса во время дебатов, Дональд Трамп, был именно Виктор Орбан. Конечно, Дональд Трамп говорил о Владимире Путине, Владимире Зеленском, но это не такие близкие союзники США, это не часть Североатлантического альянса или Евросоюза. А вот про Виктора Орбана Дональд Трамп на дебатах говорил и хвалил его. Это важная, конечно, будет фигура, скорее всего, сейчас. Что касается отношений вообще с Европой, здесь ожидать от Дональда Трампа можно много чего. Поскольку Дональд Трамп такой менее предсказуемый, скажем так, американский политик, вероятно, отношения с Европой могут усложниться так же, как они усложнились после 2016 года. Усложнились отношения даже с Канадой после 2016 года у США, поэтому ожидать можно чего угодно. Главный фокус внимания у Дональда Трампа будет на Азиатско-Тихоокеанском регионе. Конечно, его меньше гораздо волнует отношения с Европой, чем Китай. Китай, вот это та страна, с которой США вели торговую войну, торговая война Трампа. Немножко пандемия нам затмила это все, и мы забыли об этом. Но в действительности торговая война началась при Дональде Трампе. И также наложение большого количества тарифов и высоких тарифов на товары, приходящие из-за рубежа в США, это одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Соответственно, вот это он может попробовать исполнять. Что касается выхода из Североатлантического альянса, вот здесь большой вопрос, поддержат ли республиканцы Конгресса этот выход. Тут мне кажется, что Дональд Трамп не найдет достаточно республиканцев в Конгрессе, чтобы получить большинство для принятия этого решения. Потому что все-таки это решение должно приниматься Конгрессом и подписываться уже президентом. Соответственно, республиканская партия вот в этой части, как мне кажется, будет балансировать Дональда Трампа. Но, тем не менее, стоит понимать, что даже риторика Дональда Трампа все равно будет влиять так или иначе на отношения США с их союзниками, с ближайшими союзниками, даже с Канадой, ну и со странами Североатлантического альянса в целом. Эта ситуация, конечно, вызов для них. Тем не менее, как мы все знаем и как мы все слышали, они постепенно, постепенно к этому готовились. И готовились довольно-таки давно, уже на протяжении последнего года. Александра, надо сказать, что в российских пропагандистских средствах массовой информации снова в основном радуются скорее победе Трампа. А вам понятно, почему? Ожидают изменений каких-то, так же, как ожидали в 2016 году. Хочется вспомнить, как Маргарита Симоньян рассказывала, что будет ездить в слагом США по Москве, потому что США этого заслужили. Но при этом после 2016 года не было каких-то колоссальных, грандиозных изменений в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Но Москва явно ждет каких-то изменений. Конечно, не будет снятия санкций, не будет каких-то договоренностей межгосударственных, двусторонних, каких-то договоров новых и так далее. Но, тем не менее, совершенно не случайно Анатолий Антонов, посол России в Вашингтоне, был отозван из Вашингтона 5 октября, ровно за месяц до выборов. Даже, мне кажется, недаром такую символичную дату выбрали 5 октября, ровно за месяц до американских выборов. А Антонов, напомню, бывший посол России в США, был ястребом российской внешней политики. И у него были очень сложные отношения с американским госдепартаментом. Сейчас до сих пор никакого назначения и даже намека на назначение не было. Видимо, Россия выжидала результатов американских выборов. И сейчас вполне вероятно, что послом России в США будет человек, на которого будут надеяться в Кремле, который должен будет наладить отношения между Москвой и Вашингтоном. Через него будет проходить вот это выстраивание новых отношений. Конечно же, будет попытка той самой перезагрузки отношений. Но при этом важно отметить, что, конечно, Дональд Трамп при всей своей эксцентричности не сможет пойти на какое-то резкое снятие санкций, улучшение отношений, какое-то резкое изменение в отношениях с Россией. Этого ничего ждать не стоит. Это медленный, медленный процесс, который может занять годы. Но, тем не менее, направление движения будет на выстраивание отношений. Александра, много говорили перед этими выборами о какой-то невиданной поляризации. Так всегда говорят? Так всегда говорят. И Америка, поляризованная Америка, это норма. Вообще, решения в США в большинстве случаев принимаются 51-52% перевес, 51 на 49, 50 на 50. Очень часто в американских выборах решение принималось какими-то сотыми долями, десятыми долями процента. Но также и принимается и в Конгрессе, и в Сенате, и так далее. И поляризация США была... США были поляризованы всегда. Поляризация наблюдалась с 90-х годов. И на протяжении всего этого времени поляризация была достаточно сильная. Конечно, сейчас у нас просто на глазах разворачивается кризис демократической партии. Возможно, демократическая партия задумается о своей перестройке. И вот тут это уже моя, скажем так, любимая тема, но уж очень она теоретическая. Это двухпартийная система США и возможность выживания двухпартийной системы США в нынешних обстоятельствах. Вообще, насколько правильная двухпартийная система? Не пережиток ли это 18, 19 и 20 века? Не нужно ли этому уйти в прошлое? Вот об этом, мне кажется, демократическая партия могла бы размышлять. Особенно учитывая то, что большое количество республиканцев поддержали Камалу Харрис. Ну или, по крайней мере, не поддержали Дональда Трампа. Потому что молчание некоторых представителей республиканской партии, а именно Джорджа Буша-младшего или Майка Пенса, оно звучало гораздо громче, чем очень многие слова разных других политиков. И также мы видели огромное количество республиканцев, которые поддержали демократического кандидата напрямую. Это и Джефф Флейк, бывший сенатор от Аризоны, нынешний посол США в Турции. Это и Лиз Чейни, бывшая конгрессвумен, и дочь Дика Чейни, вице-президента при Джорджа Буша-младшем. Это и Арнольд Шварценеггер, и звезда кино, и губернатор Калифорнии-республиканец. Большое количество других республиканцев, включая Майка Келли, четырехзвездного американского генерала. Ну и, соответственно, демократическая партия, возможно, сейчас наблюдает сама, и просто руками американцев просто происходит перестройка этой демократической партии, поскольку можно даже говорить о том, что эпоха Нэнси Пелоси, эпоха Обамы, она отходит на второй план, уходит куда-то в прошлое, потому что Барак Обама в этой кампании играл огромную роль, конечно же, хочет сказать, хочет напомнить, что он даже раньше Джо Байдена поздравил Камалу Харрис с получением выдвижения от демократической партии. Поэтому эпоха Нэнси Пелоси, эпоха Барака Обамы, скорее всего, уходит в прошлое, и демократической партии просто необходимо себя переработать для того, чтобы пережить этот кризис.